Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами программа «Мужская компания» и я ее ведущий Леонид Ашмарин. Сегодня мы с вами приехали на популярное карасевое озеро с попытками половить карася. Мы уже разложились, подготовили наши снасти, оборудовали место для ловли, подготовили прикормку. Сейчас будем приступать к ловле. Хочу сказать, что мы находимся на красивом, довольно большом озере, очень популярном. На водоеме мы видим много местных рыбаков, много приезжих рыбаков. Тем не менее, проехав вокруг озера, мы выбрали красивое, свободное, пустое от рыболовов место с лесочком на берегу. Комфортно расположились и надеемся на хороший улов. Погода мы видим просто прекрасно, ярко светит солнце, на улице тепло и комфортно. Буквально 2-3 недели назад у нас на Урале еще лежал снег, огромное выпало количество снега. А сейчас тепло, сухо, погода балует, ветерка нету, мы сейчас приступим к ловле. Сегодня мы будем ловить рыбу фидерным удилищем с применением кормушки. Заранее подготовил прикормку, замешал ее прямо сейчас на водоеме. Мастер-класс о приготовлении прикормки вы можете посмотреть по ссылке. Добавлю, что сегодня мы пользуемся прикормками бельгийской фирмы Мондиаль-Ф. Это серия Супер-Микс. Прикормка специализированная для ловли карася. Прикормку я замешал немного недоувлажненную, с целью того, чтобы она была более воздушной и легко рассыпалась. Поскольку мы ловим на водоеме без течения, и знаем, что в водоеме не присутствует мелкая сорная рыба, а в водоеме присутствует только карась прикормка, я делаю активный, наша прикормка после попадания в воду сразу начинает разваливаться, образует достаточное количество мути. Вот, посмотрите, я формирую шар с прикормки. И тут же при нажатии он легко рассыпается на мелкие частицы. Это обеспечивается тем, что при кормку мы замешиваем чуть недостаточное количество влаги. Ловить мы сегодня будем на классические насадки, такие как опарыши, червь и комбинации. Такие животные насадки хорошо привлекают рыбу весной. Сегодня я ловлю на собственную вариацию простого монтажа ранинг-фидер с классической скользящей кормушкой. Мастер-класс по моему собственному монтажу вы можете посмотреть также по ссылке. Кормушка забита, на крючке червь и опарыш. Приступим к ловле. Ну что, ловись, рыбка большая-маленькая. Вот одна из первых поклевок. На крючке карасик. Вполне такого съедобного размера. Приятная рыбка. Поклевочка уверенная. Прикормочка только начинает работать, а рыба начинает на нее стягиваться. Вот у меня первая рыбешка. Такого-то среднего размера карасик. Я думаю, что будет сегодня покрупнее карасики. Несмотря на то, что водоемчик заезженный, популярная рыбка здесь водится. Вот такой вот, вполне такой ладошечный, приятный карасик. Одна из первых наших сегоднях рыбешек. Попался на комбинацию червя и опарыша. Все как ожидалось. Так, рыбалка начинается. Сегодня я ловлю таким достаточно коротким фидерным удилищем длиной всего 3,3 метра. С легким тестом до 70 грамм. Вершинка у меня стоит чувствительная всего в одну унцию. Тестом. С дистанцией ловли пока определился. Дистанция небольшая, порядка 35 метров. Чуть больше, может быть. Поэтому вот такая вот кормушка, весом под 40 грамм, довольно большим объемом, здесь миллилитров 40, наверное, влазит. Недовлажненная, рыхлая прикормка. В качестве основной лески сегодня использую плетенку. Я вообще практически всегда пользуюсь плетенкой. Она добавляет чувствительности. Ну и мне нравится. Ловлю эсклипсы. Это означает, что леска у меня на шпуле зафиксирована. На выбранной дистанции ловли получается, что при забросе кормушка каждый раз попадает в одно и то же место. Это позволяет рыбу раскармливать, увеличивать ее пищевую активность. При кормке сегодня также присутствует такой компонент, как меласса, который также увеличивает активность рыбы. Поэтому мы будем надеяться, что клев усилится, и поклевки будут более уверенные, более постоянные. Пока получили вот несколько поклевок, поимку, ждем следующие экземпляры. Совсем мелкий попался карасик. Такие тоже, оказывается, в этом водоеме есть. Первый раз такого здесь ловлю. Вот такой вот небольшой пятачок. Ценность он для нас никакой не представляет, поэтому мы его отпустим за его же родителей. Побежал карась. Я делаю следующий заброс. Посмотрим, что нам принесет. Поскольку клев пока не активный, крючочек вот такой вот я применяю некрупный, десятого номера, из тонкой проволоки, острый, поводочек довольно длинный, длиной, наверное, сантиметров, ну, я думаю, 60. Видим, совсем стихло, абсолютная гладь. Погода просто, конечно, шепчет. Единственное, что рыба пока не активна. Но на прикормку все равно отзываются, поклевки есть. Будем ее раскармливать. Какая злая, уверенная поклевка. На крючке карась. Такого, вполне зачетного размера. Хорошо сопротивляется. Ох, приятно после зимы такую рыбку половить. Вот он, карасик. Такой вот красивый, толстенький. Рыбка расклевывается, прикормка работает. Несмотря на то, что стоит стиль, жара практически полдень, тем не менее, рыба клюет хорошо. Поклевок много и удовольствие от ловли, получается, просто незабываемое. Пускай карась не сильно крупный, но после зимней спячки половить такого бойкого, 200-300 граммового карасик, это очень большое удовольствие. Сейчас полдень, солнце жарит очень сильно. Несколько даже неожиданно такая погода на нас свалилась после холодной, затяжной весны. Надо сказать, чтобы на солнце не обгореть, надо обязательно использовать защиту на рыбалке от солнечных лучей. Лицо обгорает в первую очередь, как незакрытая часть тела. Поэтому пользуюсь вот таким вот кремом детским со средней степенью защиты. Наношу его на кожу на все открытые участки. Он помогает избежать солнечных ожогов. Крем детский, мягкий, поэтому кожа не раздражает. Поэтому я рекомендую всем рыболовам обязательно пользоваться летом защитой от солнца. Рыбу на точку мы поставили, раскормили. Сейчас я делаю заброс в ту же самую точку. Отрезок лески у меня заклипсован, зафиксирован на шпуле. Я делаю достаточно сильный заброс. И после того, как приманка пролетает больше половины расстояния, удилище поднимается вверх, чтобы самортизировать вот этот удар об клипсу. И приманка аккуратно, наша насадка с кормушкой аккуратно укладывается ровно в ту точку, с которой мы поймали предыдущего карася. Вот так вот это примерно все выглядит. Приманка ложится ровно в прикормленное место. Когда рыба расклевывается, поклевки, как правило, себя не заставляют долго ждать. Поэтому я советую при ловле на фидер, при активной весенней ловле на фидер, вот мы видим очередная поклевка, не ждать, пока у вас приманка дождется очередного карася. В случае, если у вас какое-то количество времени поклевок нету, ох, какая поклевка! Если у вас какое-то время поклевок нету, обязательно делайте перезабросы, докармливайте точку, рассчитывайте объем корма примерный. Это помогает вернуться с водоема с хорошим уловом и с хорошим настроением. Карась. Такой вот размерчик, прям стандарт. Клюет достаточно уверенно. Рыбка прекрасная. Клюет со средней дистанции. Я в начале ловли проверял глубину маркерным грузом, то есть производил так называемое маркирование. Примерно на 50 метрах от берега достаточно приличная глубина, около 3, наверное, 3,5 метров. Примерно на дистанции метров около 50 приличная наблюдалась глубина, около 3,5 метров, 3 точно метра было. Ближе бровка, а где-то бровка проходит примерно в 45 метрах от берега. А вот ближе бровки уже наблюдается мелководный такой участок с глубиной метров от полутора, наверное, до двух метров. Рыба, причем, показывается, периодически ходит поверху. Небольшие всплески раздаются, чавканье, бульки. Рыба показывает на небольшой себе дистанции, поэтому мы решили ловить на дистанции в 35 метров. Глубина там метров около полутора. Рыбу мы раскармливаем на одной точке. Забровку на глубину не кидаем, потому что рыба все равно идет к берегу. Сейчас карась идет к берегу, в траву, нерестится, кормится на мелководных участках. И корма сейчас больше. Мы видим, вот мормыш прямо вдоль берега лазит, у него сейчас тоже нерест. Поэтому рыбка у берега. Соответственно, дистанцию мы для себя подобрали и на этой дистанции постоянно ловим. Вот я снова укладываю мягко кормушку. Натягиваю леску, ставлю удилище на стойку. в первую очередь ту рыбу, которая рядом полагается, а крупно подходит к куш. о, прекрасная рыба. Хороший карась. Иди сюда, хомяк. Иди сюда, хомяк. Вот за таким весенним карасиком мы ездим весной по нашим уральским озерам. Рыбка, конечно, не дорастает до трофейной, но размер ее можно назвать вполне приличной. Для сегодняшней рыбалки, для нашей, можно сказать, первой фидерной рыбалки, серьезной карасевы в этом году, вполне солидный карасик. Расклевался ближе к концу рыбалки, обошел на нашу прикормочную смесь. Отличный карасик. Теперь давайте посмотрим, сколько нам все-таки удалось сегодня поймать рыбы. Достанем судок и посмотрим, сколько у нас судим. Несколько прекрасных часов, проведенных на водоеме, принесли нам десятков, около трех, наверное, прекрасных вот таких вот серебряных карасей. Рыбка ровная, прекрасное, удовольствие, просто незабываемо. Трофеев нам сегодня поймать не удалось, но такого карасика мелким назвать тоже нельзя. Это была программа «Мужская компания». С вами был ведущий Леонид Ашмарин. Сегодня мы ловили рыбу на фидер. Ловите рыбу на фидер, получайте удовольствие. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, смотрите наши видео. До встречи на рыбалках. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова